Советский фильм 1964 года, названный перед судом истории, был снят с участием 86-летнего Василия Витальевича Шульгина. Вопросы по причине были уже решены. Главную цель фильма его режиссер Фридрих Эрмлер формулировал так. «Нам нужно, чтобы Шульгин признал своё поражение перед всеми». Однако эта цель была достигнута не в полной мере. Хотя в завершении фильма Шульгин и произносит в разговоре со старым революционером Фёдором Петровым следующую фразу. «Что вы, коммунисты, делаете сейчас для России не только полезно, но и необходимо». Шульгин оказался слишком сильной, цельной и яркой личностью, преданной идеалам белого движения. А сам Петров, будучи антиподом Василия Витальевича, выглядит в какой-то степени комично, как и ведущий, историк, а на самом деле актёр и агент КГБ. Поняв, что фильм не производит желаемого эффекта, его сняли с проката спустя всего три дня. Как писал один из рецензентов, Шульгин покорил аудиторию прежде всего искренностью, глубиной мыслей, мужеством, с которым он умел признавать ошибки прошлых лет. И, конечно же, глубокой идейностью, преданностью идеалам молодости. Пропагандистская операция КГБ провалилась. Шульгина не удалось поставить на колени и заставить раскаяться на глазах у всего мира. И, как следствие, фильм перед судом истории стал невидимкой. Но всё же он вошёл в историю русского кино как произведение киноискусства, сказавшее, вопреки всем преградам режима, правду о человеке и эпохе. Василий Шульгин начал свой путь как редактор газеты «Киевлянин» в своём родном городе Киеве. Он был депутатом Царской Думы от фракции националистов и был одним из идейных вдохновителей принципа «Россия единая, великая и неделимая». Был тем, кто лично принял отречение Николая II, а затем его брата Михаила Александровича. Он имел хорошие способности к обучению, владел несколькими иностранными языками и очень любил литературу. В революцию был оппонентом Ленина и принимал участие в гражданской войне на стороне Белого движения. В 1920-м был вынужден эмигрировать вместе с семьёй. В 20-х годах принимал несколько попыток нелегального проезда в Советскую Россию для поиска сына. Одна такая попытка была организована спецслужбами для поимки самого Шульгина. Его не поймали, но и сына ему так и не удалось найти. В будущем его мнение о большевиках немного изменилось. Он считал, что они подняли знамя единой и неделимой России, которую сам так хотел восстановить. В большевизме и монархизме Шульгин вообще видел много схожих черт. Непринятие парламентаризма, сильная диктаторская власть. Отсюда только один скачок до царя, писал Шульгин о большевиках ещё в декабре 1917 года. Тогда же в 20-х стал проявлять интерес к итальянскому фашизму, который считал полезным в отличие от немецкого нацизма. Но впоследствии Шульгин стал противником как национал-социализма, так и вообще всех крайних форм национализма. В 1944 году советские войска вступили в Югославию, и Василий Витальевич был задержан и отправлен в Советский Союз, где по счастливой случайности был осуждён на 25 лет лагерей, вместо смертной казни. Хотя сам он, будучи уже стариком, недооценивая жестокость властей, надеялся всего на 3 года. 12 лет он провёл в заключении, выдержал и был отпущен по амнистии, однако до конца своих дней состоял под наблюдением КГБ. В 60-х появился очень большой интерес к его личности, как к человеку, принимавшего непосредственное участие в революционных процессах и гражданской войне. После заключения его поселили в городе Владимире вместе с его женой. Он довольно свободно передвигался по Союзу, имел много последователей, которые нередко из-за этого сами попадали под преследование КГБ. В свои последние годы много читал, писал, увлекался мистицизмом, считал свою роль в истории мистически связанной с судьбой царской семьи, что их судьба оказалась очень связана с его личной. Несмотря на бурную жизнь и много лет проведённых в скитаниях в эмиграции, а затем и в советских лагерях, до глубокой старости чувствовал себя хорошо и умер на 99-м году жизни, до последних дней оставаясь живым напоминанием о тяжёлой судьбе его родины.